Всем привет! Меня зовут Элейника, и я являюсь бренд-шефом компании Goodwill. И сегодня я расскажу вам, как приготовить простые, но безумно вкусные сырники. Для этого нам понадобится манная крупа Goodwill, это и есть секретный ингредиент, творог, одно яйцо, немного сахара и ванильный экстракт. Ну и самое главное, ваша готовность их формовать. Поехали! Здесь у нас две пачки творога. Желательно творог взять уже однородный, не зернистый. Если у вас все-таки будет зернистый творог, лучше предварительно пробить его в блендере. А мы экономим время и берем достаточно однородную уже готовую массу для формовки. Одно яйцо. Ванильный экстракт. Его понадобится прям буквально несколько грамм, 2-3 грамма. Сахар. Две столовые ложки. И самое главное, манная крупа. Почему именно манная крупа, а не мука пшеничная, как обычно мы это видим в рецептах? Потому что манка очень здорово держит форму. И немаловажно, какой компанией будет эта манная крупа. Я доверяю Goodwill по той простой причине, что это не просто фасовщиткий круп. Это компания, которая следит за полным циклом производства на каждой его стадии. Поэтому очень важно, что качество этой крупы гарантировано, и мы можем быть за него спокойны. Две столовые ложки на наш объем творожной массы. Добавляем сразу к смеси. И начинается самый магический процесс. Мы будем формовать наши сырники. Прямо руками смешиваем все ингредиенты. И дадим буквально 5-7 минут манке набухнуть. Далее будем формовать сырники на столе при помощи ножа с широким лезвием. Как это делать, я вам сейчас расскажу. А теперь самый главный лайфхак. Как сделать так, чтобы сырники получились такими, как в ресторане. Для этого нам понадобится для формовки тоже манная крупа Goodwill. И нож. Берем нашу творожную массу. Буквально 50-60 грамм. Все, конечно, зависит от ваших аппетитов. Если вы хотите сырник на зубок, делайте маленькие сырники. Если хотите побольше начинки и мягкой, нежной творожной середины внутри, то берете большую шайбу с творога. Распределяем манную крупу на поверхности доски. Выкладываем нашу творожную массу. И, внимание, параллельными движениями ладони лезвия ножа формуем наши боковины. Чувствуем здесь немного себя строителями. Обваливаем творожную массу в манке. Со всех сторон. По сути, это чистый творожный продукт. Манная крупа нам необходима просто для того, чтобы сформировать тонкую хрустящую корочку. Не более. И чтобы наша творожная масса приобрела форму. Обваляли со всех сторон. И приступили к следующему. Ну что, сырники наши уже сформованы. Теперь перемещаемся к сковороде. Будем их подрумянивать. Температуру выставляем средне-сильную. Нам нет нужды их жарить, как пирожки. Будем слегка их подрумянивать. Масло мы в этом случае используем, я называю его техническое. Это масло без запаха. Ни оливковое, ни конопляное, ни кунжутное масло здесь не подойдет. Масло не должно привлекать на себя внимание. Выкладываем наши сырники. На достаточно хорошем удалении друг от друга, для того, чтобы можно было их потом легко переворачивать. И подрумяниваем с двух сторон. До золотистого цвета. Далее будем их доводить до готовности в духовке. А пока подрумяниваются сырники, мы подготовим противень с пергаментом. На который выложим наши сырники. И снимаем их с огня. И будем запекать их в духовке. Буквально на 3-4 минуты. Для того, чтобы яйцо внутри сырника поднялось и приобрело как раз такую пышную воздушную консистенцию. Ну вот наши сырники готовы. Отправляем их в духовку. Буквально на 3 минуты. А тем временем мы приготовим смородиновый джем. Максимально быстро и просто. Все, как я люблю. Поехали. Смородиновый джем. Нам для него понадобится замороженная смородина. Мы даже не заморачиваемся и не размораживаем ее. 250 граммов замороженной смородины. Сахар. 50 грамм. И просто это в блендере перебиваем. Вот вам и готовый смородиновый джем. Итак, время вышло. Теперь проверяем, готовы ли сырники. Идеально. Просто посмотрите, какие пышные, воздушные творожные облочка. Самый любимый и ответственный момент. Мы декорируем наши сырники. Выкладываем по 3 шайбочки на тарелку. Нам понадобится натуральный йогурт, либо сметана, что вам больше нравится. Мне безумно нравится нейтральный вкус йогурта. И кисло-сладкий смородиновый джем. Поэтому это идеальный баланс. Украшаем свежими ягодами. В данном случае у нас сегодня будет клубника. И смородиновый джем. Идеальная консистенция, посмотрите. И всего пару минут. Выкладываем смородиновый джем сверху на наши сырники. На самом деле здесь все зависит от вашей фантазии. И вы можете выбрать именно те фрукты и ягоды, которые нравятся вам больше. Клубника и смородина – это самая универсальная история. Прошу, будем пробовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова